Всем привет! Вы на YouTube-каналах «Взгляд из Астралии» и «Аксель Франк. Жизнь в Австрии». Очередная встреча с Евгением. Мы с Евгением записали уже довольно много роликов на самые разные темы. И наши посиделки, австралийцы и австрийцы, в общем-то, нашли своих постоянных зрителей. Мы рады новым зрителям, которые присоединяются. В общем-то, вот такой формат, он вызывает достаточно большой интерес. И этот интерес проявляется в комментариях. К каждому нашему разговору сотни комментариев. Сотни. Это очень неплохо. В том числе и среди комментариев появляются такие достаточно интересные, которые хотелось бы прокомментировать дополнительно. То есть дать комментарий на комментарий. И мы с Евгением сегодня этим займемся. Мы просто раскроем некоторые вопросы, некоторые темы, на которые нас натолкнули комментарии наших зрителей. Итак, Евгений, вы приветствовать будете? Да, конечно. Всем добрый день. Спасибо, что присоединились. Мы с Алексеем подумали и решили, что поступим мы справедливо. Это не то, что кто-то один из нас выбрал. Мы оба выбирали и потом сравнивали наши списки. Так что что-то у нас, безусловно, совпало. Почему-то я не удивлен, что так произошло. Ну а что-то было раздельно. Пожалуйста, Алексей, начнем с вашего вопроса. Ну, давайте. Меня заинтересовал следующий вопрос. Задает вопрос зрителей с ником Рахмон. А почему Россия должна беспокоиться, что западные компании перестанут зарабатывать на ее рынке? Россия нам больше достанется. Это у нас с Евгением был разговор на тему «Россия победила глобализацию». В том числе, там говорилось о том, что западные компании поуходили из России. Вопрос Рахмона. Ну, во-первых, это вопрос советского человека. Абсолютно советского человека, который не имеет понятия о том, как функционирует вообще экономика в принципе. Потому что, ну, судя по всему, он представляет себе так. Вот работает какая-то фирма, например, вот что-то делает, российская компания какая-то работает. И вот в эту работающую компанию приходят какие-то, ну, кто-то, враги какие-то пустили, какие-то буржуи, там, французов каких-нибудь, или еще хуже американцев, не дай боже. Вот пустили, и они вот на работе этой компании получают кучу денег, которые увозят за границу и все, и Россию обкрадывают. Вот примерно такое представление. На самом деле, ну, дело обстоит с точностью до наоборот. То есть, без этих западных инвесторов, без западных партнеров, работа этой компании была бы или невозможна вообще, или была бы невозможна на том уровне, на котором эта компания работала. Ну, пример самый, так сказать, простой, это автомобильная компания, тот же Рено. Ну, пока работали автомобильные компании западные в России, то есть, сделали свое сборочное производство, что-то там, так сказать, в России каких-то подрядчиков находили, какое-то, так сказать, производство в самой России организовывали. Ну, в России, да, продавались автомобили, которые произведенные были по технологии Рено. Ну, а вот, собиралось что-то, и BMW вроде в Калининграде собирался, корейцы там автопромом занимаются российским, ну, мало ли, кто еще. Ford, Ford имел производство. С уходом компаний, которые занимались этим, автопроизводство Россия остановила. Вот сейчас автопроизводство в России заключается в каких-то москвичах, которые, на самом деле, китайские, ну, отверточная сборка, которые собирают, и которых, интересная статистика была, за апрель месяц было продано что-то около 50 штук. 50 штук. То есть, автопром с уходом западных компаний в России просто умер. Вот ответ на вопрос. Действительно, казалось бы, ну, вот мы уйдем, цеха-то нам останутся, все вот, все производство нам останется, да, мы возьмем и будем дальше машины делать уже без этих французов, и все деньги 100% будем забирать себе. А не получается? Не получается. И так во всем остальном. Это касается и финансового сектора, и каких-то... То есть, западные компании, приходя в Россию, они не приходили делить пирог, вот, просто вот откусывать от нефтяных денег карман класть. Кто бы их пустил? Кто бы вот, кто пустил бы вот компании так? Если компании западные допускаются в нефтегазовый сектор куда-то, то они приходят с технологиями, например, сжижения газа, да, вот на Сахалине. Они приходят с технологией добычи, там, бурения в северных условиях каких-то не очень комфортных, там, где не очень просто добыть нефть. Вот с этим приходят эти компании. Они просто без них невозможно сделать вот то, что делается с их помощью. Вот примерно такой ответ. Евгений, у вас есть что добавить по этому вопросу? Да, конечно, и у меня, мы выбрали вот этот вопрос у меня тоже был на листе, но к этому я хочу добавить дискуссию этого же подписчика или зрителя. С кем-то еще, когда он написал, а если Россия, я читаю, пытаюсь прочитать, что он написал, а если Россия совсем прекратит поставлять нефтегаз, что будет с мировой экономикой и странами, у которых нет столько ресурсов? Ну и дальше очень интересное, так сказать, заявление, что Россия – это самодостаточная страна и сама может производить практически что угодно, кроме некоторого хай-тека, который и так ей поставляют. Ну, тут две составляющих вопроса. Значит, давайте сначала обратимся к тому, что только что говорил Алексей. Значит, Россия – самодостаточная страна. Ну, наверное, может быть, гипотетически, потому что Советский Союз был самодостаточной страной. Вопрос, что он производил и какого качества. И автопром, безусловно, это самый хороший пример. Качество автомобиля было сразу, вот прямо, что называется, на начало производства. Уже вчерашняя модель, а потом она еще производилась 40 лет. Давайте я напомню, что при помощи итальянцев это все было построено, просто завод был под ключ, на котором выпускалось 660 тысяч машин в год. Рено, которое Алексей упомянул, взял и почему-то удвоил на той же площадке производственные мощности. Советский Союз не был в состоянии это сделать. Ну, а если говорить о каких-то других товарах, шипотреба, каких-то других технических товаров, люди, которые жили в Советском Союзе, прекрасно знают, насколько качество советских товаров, если они вообще были в наличии, отличалось от западных. Поэтому, наверное, самое достаточное назвать Советский Союз было можно. Россию сейчас точно нельзя, потому что, наверное, порядка 80% товаров, производимых в Советском Союзе, она просто не производит. Ну, а на первую часть вот его ответа, насчет того, что если Россия совсем прекратит поставлять нефтегаз, ну, тут совсем смешно. Я думаю, что Алексей много раз уже всем рассказывал, как живет Европа практически без российского газа. Ну, сейчас последние цифры я у себя в телеграм-канале публиковал. Цена газа ниже, чем в 21-м году. В 21-м году. То есть, поставки российского газа снизились более чем в три раза. Да, фактически газ сейчас в Венгрии потребляют. В Венгрии немного Австрия и еще какая-то. Словакия, кажется. Или Болгария. Словакия или Болгария. То есть, основные, там Германия, основной был потребитель. Все, не потребляют. Польша не потребляет. И сокращение более чем в три раза, а цена газа ниже, чем была в 21-м году. То есть, сейчас вопрос уже идет о том, что будет отрицательная цена газа. А что это значит отрицательная цена газа? То есть, новые поставщики, новые поставки, вот эти корабли с жиженым газом, а их просто не принимают. Хранилище полное. И сейчас идет речь о том, что хранилища начнут распродавать. Потому что тепло, потому что понятно, что осенью успеют накопить на зиму достаточно хранилища на всякий случай. Да и вообще непонятно, насколько это нужно по хранилищам такое количество держать газы, если поставки стабильно идут. Поэтому сейчас речь идет о том, что начать распродавать газ из хранилищ. То есть, просто перестать покупать новый газ. Вот это про то, что я хотел бы добавить. Самодостаточность. Вы знаете, Советский Союз был самодостаточный. Евгений абсолютно правильно сказал. Но вопрос, на каком уровне. Когда, извиняюсь, вся страна стоит по талонам за костями. Из-за сливочного масла, по которому вода катается. Но это своеобразное самодостаточное. Да, ездят на машинах вот этих, которые ржавые. Изначально ржавые. Смотрят телевизоры, которые, так сказать... То есть, это уровень самодостаточности. С какой-то, во-первых, отсталостью временной. Временной серьезной. Во-вторых, просто это убогость. Вот Афганистан сейчас тоже страна самодостаточная. В общем, да. То есть, они вот как-то живут... Очень много стран в Африке, они самодостаточные. Они просто вот с голоду не умирают, не умирают. Ну, как-то вот наградка идет. Ну, это самодостаточно. Но жизнь ли это в 21 веке? Или это жизнь в каком-то там средневековье давнем? Это другой вопрос. Ну что, Евгений, дальше? Что, я думаю, что мы на этот вопрос ответили. Давайте переходим к следующему. Ну что, наверное, теперь моя очередь. Значит, я хочу... Это был, опять же, вопрос про... Наш совместный ролик про Сербию. Назывался он «Алексей, зачем бомбили Сербию?» Значит, одна из... Зрительниц пишет. Схема развала Югославии пытается осуществить в других странах. Кто и как, зачем это делает, можно только гадать. Но то, что это делает специально, давно понятно на примере Украины. В Испании пока замалчивается, но активизируется процесс развала государства, как и в некоторых других странах, где старательно разжигаются конфликты. Но вообще для всех одно. Народ делает нищим. Падение морали и порядка неизбежно. Ну а раз вы такие, мы вас будем бомбить. Ну, с моей точки зрения, здесь сразу очень много моментов смешано в одно. Но я бы, наверное, хотел поговорить о двух главных. Значит, первый главный момент... А кто развалил Югославию? Никакого развала Югославии с внешней стороны не было. Войну в Югославии начали... Ну, давайте так. Он начал... Оно началось с давно созревающего внутреннего конфликта. И войну реально в Югославии развязалась Сербия. Никакого внешнего воздействия на развал Югославии не было. Это важный момент. Значит, и второй момент... Ну, раз вы такие, мы вас будем бомбить. Бомбили ведь не за то, что эти республики были нищими. Да, они же... Они, кстати, не были такими уж нищими. Они жили, по сравнению с Советским Союзом, много лучше. Да и по сравнению со многими другими социалистическими странами, много лучше. А бомбили-то их за то, что они... Ну, в частности, Сербия. Просто... Очевидно, совершенно... Совершил акты геноцида, которые были четко доказаны международным сообществом. Вот мне кажется, надо разделить два вот этих момента. Алексей, что у вас есть добавить? Да, я бы хотел дополнить вот то, что сказал Евгений. Есть еще третий момент. Очевидно, вот эта дама, которая задавала вопрос, эта дама задавала вопрос, да? Она верит в некоторую теорию заговора. Вот это сто процентов, абсолютно. То есть, вот этот кто-то, какая-то высшая сила, которая решила развалить Югославию, потом она решила развалить... Кто-то решил, кто? То есть, есть какой-то... Это что, Бог? Вот. Если не Бог, то кто? Золотой миллиард. Кто? Вот уже неоднократно было про это говорено, что какого-то мирового правительства его нет, потому что его не может быть в принципе. Потому что противоречия между, даже внутри, так сказать, таких самых близких союзов, да, Соединенные Штаты и Европа, Евросоюз, противоречия огромные. Интересы, в общем-то, ну, мягко говоря, не совпадают. И предположить, что кто-то там будет над правительствами собираться, какие-то толстые вот эти вот буржуи, как их рисовали карикатуристы там, кукрыниксы, и будут решать судьбу Югославии. Но давайте не будем впадать в такое совсем уж, в какую-то мистику, никакого мирового правительства нету, во-первых. Во-вторых, а какая цель? Вот если вот предположить, вот давайте предположим, предположим, мы тоже верим во всю эту дичь, вот есть какая-то вот... А зачем было разваливать Югославию? Понимаете, развал Югославии привел к волнам беженцев, к какой-то нестабильности. Но рабочие югославские прекрасно работали. Если нужна была рабочая сила, она и так была. Если хотели отдыхать на курортах Адриатики, пожалуйста, Югославия была курортом именно для Западной Европы. Не для Советского Союза, для Западной Европы. Каких-то полезных ископаемых, каких-то особых ресурсов с целью захватить, отхватить от Югославии какие-то ресурсы. У нее нету никаких ресурсов. То есть, на самом деле, развал Югославии доставил, ну, вот этому богатому, сытому, довольному миру только проблемы. Вот исключительно проблемы, трудности, затраты, серьезные беспокойства. И продолжает доставлять до сих пор, вот опять там на севере Косово какие-то волнения. Сербская армия опять напряглась. Вот новости вот этой недели. Понимаете? То есть, вот какой-то цели такой, которую можно было бы объяснить, а зачем? Ее нету. Попытайтесь найти цель. Если нет цели... Кому, кто поставил себе цель развалить Украину? Зачем? Зачем? Значит... Тут возможны варианты, учитывая, так сказать, то количество, скажем так... Ну, нехорошее слово сочетание, но тем не менее, то количество агентов ФСБ, работающих в высших, так сказать, эшелонах украинской власти в течение многих лет. Ну, наверное, можно говорить, что Путин себе поставил эту цель. Но Украина в данном случае... Попытки развалить Украину Россией и развал Югославии совершенно разные вещи. Абсолютно. Россия, да, конкретно. Понятно, Россия начала войну. Понятно. Но предполагать, что те же самые силы, которые развалили Югославию, те же самые силы... Ну, во-первых, нет никаких сил. Во-вторых, какая связь, что общего между Югославией и Украиной? Ну, мы ответили. Давайте посоветуем два варианта. Один вариант, как бы, меньше смотреть такие передачи, где рассказывают про мировое правительство. Второй вариант, ну, уже шапочкой фольги и заземлиться. Наверное. Пожалуйста, ваш следующий вопрос. Следующий вопрос у нас. Задает вопрос у нас Стефан Бугаков. Это опять про... Был у нас разговор, почему так вот все организовано как-то, не очень. Он говорит, что вы говорите про пропаганду. Окей, почему эта самая пропаганда не действует на евреев, армян, чеченцев, дагестанцев, таджиков? Ну, то есть он хочет сказать, что вот на русских пропаганда действует. Почему эта пропаганда не действует на различные национальные меньшинства? Ну, во-первых, а кто сказал, что она вообще не действует на вот эти все народности? Да, я думаю, на бурятов, например, в какой-то степени действует, в какой-то не действует. Но на подбор национальностей, который сделан, он ведь очень своеобразный. Вот смотрите, почему они действуют на евреев? Ну, евреи, которые еще не уехали, у них есть куда уехать. У них всегда в России, да, со времен еще давних-давних-давних, со времен появления евреев на Руси, у них всегда была особая отдельная задача, которая называлась выжить. Как-то выжить на этой территории. И найти какую-то свою нишу, какой-то свой способ жизни. Вот пока не было создано государство Израиль, вот этим занимались евреи вообще по всему миру. Они пытались как-то выжить. Где-то к ним относились более лояльно, где-то к ним относились менее лояльно, где-то был геноцид, где-то более-менее. Вот пока не создали государство Израиль, евреи, они везде, в любой стране жили своим умом. Они вынуждены были жить своим умом, объективно. Поэтому, а чего удивляться, что еврей посмотрел, если в конце концов его бизнесу, его какой-то работе совсем плохо стало, он все-таки так и полечу в Израиль. И все, да, или куда-то в другую страну, в Германию, в Соединенные Штаты, куда есть возможность уехать. Что касается там дагестанцы, чеченцы, народы, которые Кавказ за Кавказией, вот эти, Северный Кавказ, да, у них вообще, как бы, они колония России. Надо понимать, что это колония России, да, за их завоевание были жестокие войны, было истребление черкесов, были карательные экспедиции, да, генерал Ермолов и так далее, и так далее. То есть было кровавое завоевание этих территорий. И сейчас эти народы, они вполне реально видят окно возможностей для себя. Кто-то думает, например, как чеченцы, предполагают, что их есть там нефть какое-то количество, что они смогут, ну, может быть, они смогут создать федерацию, возглавить эту федерацию народов Северного Кавказа, может быть, они сами. Просто прикидывают, что, а в общем-то, мы и сами, наверное, прожили бы. Ну, а почему нет? Другой вариант, может быть, вот эти народы, они, они мусульманские народы в основном, да, они ориентируются на богатые страны арабского мира, вот, и находят поддержку, вот, объединенные Арабские Эмираты, то есть они находят какую-то финансовую, экономическую поддержку с той стороны, и, может быть, они, в общем-то, видят свое будущее вовсе не с Россией, да, а где-то там, в другом мире, близком им по религии, близком им по каким-то другим, по менталитету, может быть, по чему-то другому. Поэтому вот вы просто, вот набор национальностей, армяне, армяне, у них своя государство, есть вообще таджики, таджики сюда на работу приехали, причем-то вообще пропаганда с таджиком. Ну, вот, как-то так, но надо понимать, что, вот, я вот в ролике, да, недавно говорил, что, ну, Россия делает зря, вот, очень многое из того, что сделала Россия, вот эту глобализацию, да, разрушение эпохи глобализации была грубейшая ошибка, в том числе с точки зрения национального вопроса. Россия, государство многонациональное, и глобализация означала в том числе внутри государства отсутствие проблем между нациями и народами, да, разрушение вот этой глобализации обостряет проблемы и национального самосознания, и переосмысление, стоит ли нам идти дальше жить в этом государстве, с этим государством. Зачем нам это надо? Вот, Россия под санкциями, Россия, может быть, на 20-30 лет, вот, как-то будет хуже-хуже жить. Мы вот с ними жили, они нам давали какие-то дотации хорошие, может быть, мы трансферы там в регионы получали, но за счет этого как-то жили. А сейчас нам все это порежут меньше, да. Поэтому здесь надо понимать, что то, что ты живешь в России, но если ты не русский, у тебя могут быть совсем другие мысли. А что вы там? С моей точки зрения абсолютно правильный ответ. Я бы сформулировал это немножко иначе, другими словами, что люди перечислены или национальности перечислены вот в этом вопросе, а вы, я имею в виду человек, который задавал этот вопрос, а вы не задумывались, что они могут жить своей жизнью? Жизнью, которая, в общем, ну, скажем так, не совсем и не обязательно связана с интересами Российской империи. Вы знаете, тут недавно как-то мне задали вопрос по поводу пропаганды. Совсем в другом ролике я сказал, вы знаете, пропаганда, она же как продажная девка империализма. Работает, когда есть спрос. Так вот, нет у этих людей спроса на эту пропаганду. У них совсем другие мысли и совсем другие, ну, какие-то ценности в жизни, возможно. Возможно, совсем другие ценности в жизни. Вот очень созвучно этому у меня есть вопрос от зрителя, который под ником Deep Blue Sky Shine. Насколько я знаю, это человек из Болгарии, он мне об этом сказал, но, тем не менее, вопрос довольно длинный. Но его стоит прочитать. Побудьте со мной минуту, я очень прошу. Значит, славянцы производили высококачественную бытовую и промышленную технику, первосортные овощи, фрукты и так далее. Хорваты производили высококачественную бытовую и промышленную технику и также про первосортные овощи, вино и так далее. Но жили небогато, не имели политического голоса. То же самое сказано было и про славянцев. Черногорцы встречали и кормили сербов на своих курортах и помалкивали. Помалкивали, что их считают за недосербов. Босники, ну, человек из Болгарии немножко не по-русски сказал, босники, боснийцы, жили небогато, но встретили зимнюю Олимпиаду и помалкивали. Ну, и далее речь идет о Македонии, где про македонцев говорят совсем уже неприлично, называя их бандитскими индивидуумами и так далее, и так далее, и так далее. Вот надо разделить вот этот комментарий на две части. На то, что они производили, это я скажу в конце, а также на то, как они жили. Общая часть всего этого комментария, что все эти народы в составе Югославии жили небогато и не имели своего политического голоса. Ну, когда была Российская империя или Советский Союз, ведь реально это было практически то же самое про все те национальности, о которых было сказано в комментарии, который зачитал Алексей. И это как раз и вызвало то недовольство в конечном итоге и развал Югославии, о котором мы говорили 10 минут назад, объясняя предыдущие комментарии. Это именно то, почему, может быть, пропаганда на них действует, ну, скажем так, или не действует, или действует как-то иначе. Ну, а с точки зрения производства высококачественной бытовой промышленной техники, это абсолютно тот же вариант, что с Советским Союзом. Я послал ответ этому зрителю и написал, что, скажем, в Словакии он говорил про компанию «Горенье», которая производит, ну, в частности, холодильники, стиральные машины и прочее. Значит, отвечаю еще раз. До 70-х годов эта компания производила исключительно лицензионную технику. Что это такое? Ну, наверное, мне не стоит объяснять жителям Российской Федерации. Это сборка из компонентов. То, как производили «Мерседесы», «БМВ» и прочие машины. Вы же их не делали. Вы же их собирали из компонентов, не так ли? С 70-х годов и далее они стали что-то уже производить свое. Но качество этой продукции было, безусловно, несравнимо с лучшими образцами европейской продукции. Что сейчас происходит после 2000 года? Да, конечно, они производят свое. Но я, как житель Австралии, могу сказать, что оборудование «Горенье» у нас здесь в магазинах есть. Оно по цене процентов на 15 стабильно уступает практически любой другой марке. Это тоже говорит о качестве. Да, конечно, могут быть маркетинговые ходы, но это тоже говорит о качестве. То есть, реально, возвращаясь, так сказать, к выводу из того, что мы только что обговорили, у людей этих национальностей, которые были упомянуты и в комментарии Алексея для Советского Союза, так скажем, или Российской Федерации, и в комментарии другого зрителя, который я только что прочитал, распространяющегося на Югославию, они жили другой жизнью. У них были другие жизненные цели. Может быть, поэтому пропаганда не так работает. Пожалуйста, Алексей. Следующий вопрос. Да, конечно. Следующий вопрос задал НГЕО. Печально то, что в России у большинства населения отсутствует критическое мышление. Они добровольно выберут и Пригожина, и условного Чикатило, и Гитлера. Тем более Пригожин, в отличие от косноязычного Путина с бегающими глазами, держится уверенно и может четко, красиво говорить без бумажки. А его бандитская биография в стране ГУЛАГа и термин воровской романтики – это плюс. А вы знаете, на самом деле, вот когда Путина раскручивали на президенты, еще при живом Ельцине, то, в общем-то, то же самое было. Он как бы и без бумажки говорил, он на самолетике летал. То есть он по сравнению с… Ну, то есть какой принцип? Принцип надо показать, что этот лучше, чем прошлый. Вот. У него… Вот прошлый Ельцин больной, вот он все время там больной и пьяный, а этот вот, смотрите, не пьют, и он какой-то здоровый на самолетике летает. Вот. Причем он слова там говорил, там мочить в сортире тоже. И тоже это не Пригожин ввел уголовно такой вот. Пригожин просто сейчас это дело рафинирует. А вообще стиль, которым говорит и президент страны, там промочить в сортире и прочее-прочее, да, вот эти пошловатенькие анекдоты постоянные, какие-то шуточки пошловатенькие такие. И то, как министр иностранных дел России общается, вот Лавров, да, который, там, сказать, матом. Понимаете, это же в минуту Пригожина было, да. То есть Пригожин просто сейчас доводит это до совершенства. То есть если раньше пошлые шутки, все это было в пределах цензурной лексики, то Пригожин говорит, а почему собственно говорить-то, говорит русский язык, он прекрасен во всем своем разнообразии. Но на самом деле, на самом деле очень печально. То есть Пригожин реально сейчас, да, вот он производит впечатление человека, такого, во-первых, деятельного, человека, который, вот он, пацан сказал, пацан сделал, который, там, решительный, который, вот, то есть на самом деле у него есть очень много каких-то, вот, в имидже положительных таких моментов. Все это положительно, если не рассматривать все остальное в комплексе, саму личность и так далее. Ну, как бы, вот, понимаете, то есть в одной руке у него, там, сказать, факел, который освещает дорогу в светлое будущее, в другой руке у него кувалда. Ну, вот, народ, вам есть повод задуматься, вам факелом светить будут или кувалдой огревать. Так что, ну, вот, на самом деле замечено правильно, что россияне, они, как, особо духовные, особо такие, высокодуховные, да, духовность у нас самая главная, они мыслят не разумом, они мыслят чувствами, а чувство формирует, вот, телевизионная картинка, какой-то вот такой, абсолютно, чем нелепее, примитивнее, какой-то телевизионный вот этот трюк, тем большим энтузиазмом его воспринимает население. Ну, это особенности российского, особенности отрицательной селекции столетней. Ну, что ж поделаешь? Что ж поделаешь? Поэтому я согласен, да, могут выбрать, и Пригожина могут выбрать, да вообще, кого скажут, того и выберут. Кто себя назначит, они потом за него проголосуют. Безусловно, вывод абсолютно правильный, совершенно согласен, но Алексей сейчас очень интересно вспомнил, ну, или, может быть, я вспомню, когда услышал, что он сказал, что они голосуют чувствами. Ну, жители наших поколений, возможно, помнят выражение советских времен пролетарское чутье. Вот это то, что было когда-то очень давно, и что, безусловно, Алексей сказал правильно, что люди, ну, давайте вспомним речи Брежнева, ну, или речи Горбачева. Ни в одной из них, да, конечно, было молодежь вместо молодежь, было начать вместо начать, ну, и прочее, 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 прочее. Но мотюгов и мочить в сортире не было. Так что я бы задал вопрос, а откуда у большинства российского населения вот этот самый словарный запас и то самое, ну, как Горбачев говорил, мышление, да, мышление. Ну, вот как гражданин Путин пришел, так началось соответствующее изменение словаря русского языка. Ну, а что касается его бандитской биографии в стране ГУЛАГа, да, безусловно, бандитская биография в ГУЛАГе всегда считалась преимуществом. Вопрос, выберут ли его. Согласен. Если его назначат, выберут. Но мое предположение, что до выборов он не доживет. Но это уже отдельный вопрос. Тут об этом можно говорить много, я могу быть и не прав. Нет, но на это надо ставки делать. На это надо ставки делать. Потому что, как он сказал, мне понравилось. Пригожин, он, кстати, довольно остроумный товарищ. Мне очень понравилось, кто-то из военных сказал, что тогда мы обвиним, вот если ты отведешь войска, мы обвиним тебя в измене. На что он сказал, я, говорит, сам вас обвиню в измене. Еще, говорит, разобраться надо. Кто кого... То есть, в том плане, что доживет, не доживет, это на самом деле, ну как, пистолеты у всех, револьверы у всех имеются, как было сказано, в собачьем сердце. Алексей, вы правы. Я, может быть, должен был сказать следующую фразу. С моей точки зрения, Пригожины сейчас раскручивают, как в наше время, когда я еще жил в Советском Союзе, как некого гражданина Васильева, ну а потом дальше, так сказать, нациалистических плохих лидеров, в том числе и Жириновского, когда-то очень давно. Я думаю, что это опять пугалка для Запада. Но, опять же, могу ошибаться. Евгений, а я тут не соглашусь, извините. Мне кажется, что он сам себя раскручивает. Он же, основной его пиар все идет через социальные сети, которые он сам, он сам себя пиарит. И здесь, скорее, ну он в отношении Путина, он допускал еще какие, так сказать, которые мемом стало вот про этого счастливого дедушка, который на букву М. Ну понятно, да. Поэтому я бы сказал, что он сам просто, понимаете, он поймал кураж. Он поймал кураж. То есть он просто, как, человек рисковый, да? Безусловно. Безусловно, рисковый. Все повидавший, все переживший. И тут ситуация, пан или пропал. Как бы, интеллигенты говорили, что кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да, я думаю, что в уголовной среде есть какой-то аналог вот этой хорошей поговорки. Ну вот, это то самое и происходит. А он говорит, а почему, собственно, нет? А почему нет? Не боги горшки обжигают, да? Ну если Путин мог стать президентом, вот кто такой Путин? Вот кто такой Путин? Никто. Никто. Ну это человек, получивший какое-то образование, который, ну, из небогатой семьи где-то там отучился, работал, не очень удачно служил там в ГДР, в какой-то библиотеке, там заведовал библиотекой. То есть человек, абсолютно который был, просто волна его вынесла на самый верх. Так бывает? Бывает. Давайте, давайте не будем. Почему ты на Трегоже недостоин вдруг? Возможно. Давайте не будем ломать копию, что называется. Я думаю, что очень скоро мы увидим, в каком направлении все это движется. Будем считать, если я не прав, значит я не прав. Я в данном случае не претендую. Ну вот ставки сделаем на щелбаны. Ну с моей точки зрения, с моей точки зрения 80-20 к тому, что его скоро уберут. Ну я не думаю, что слишком многие будут против, да? Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет. Интересантов достаточно много. Ваш вопрос, Евгений. Следующий. Значит, вопрос задан на ролик, который у Алексея на канале называлось «Россия победила глобализацию». Задан он Ростиславом Спицыным. Значит, шанс есть у регионов Российской Федерации, которые отпадут вовремя, списывая на Russian Federation все грехи и долги, как на обанкротившуюся фирму-прокладку. Кто вовремя свинтит, тот сможет как-то выпутаться из этого маргарина с горем пополам, а остальные ввязывают на долгую беспросветную трясину. Ну, скажем так, я бы, употребляя техническую терминологию, сказал, что вектор задан правильно. Что, наверное, скорее всего, те части Российской Федерации, которые смогут или захотят и смогут отделиться, им определенные преференции будут выданы мировым сообществам снятия санкций, каких-то инвестиций, того-то, того-то, того-то. Но, есть одно но, которое очень существенное, и я думаю, что это будет распространяться на всю территорию советского виновата, Российской Федерации теперешней. это первое, выплата репараций, без сомнения, и второе, выдача военных преступников. Вот без этого, как тут пишут, выплатиться из этого маргарина не удастся. Пожалуйста, Алексей. Давайте я к следующему вопросу перейду. Пожалуйста. Джемма С. К. задает вопрос. Ну вот, будет новый праздник, день скорби, по поражению Украины в войне с Россией. Ну, я думаю, что это тролль написал, бот. А я вот не понимаю, во-первых, что назвать победой России. По-моему, что бы ни произошло, победы у России нет. У России есть поражение, сильное, глубокое, тяжелое поражение, у России есть просто поражение. То есть, варианта победы у России нет. Даже если война останавливается сегодня, предположим, вот и России достаются все территории, которые она оккупировала. Вот это Крым, это вот часть Донецка, Луганской, юг Херсонской области и юг Запорожской области. Вот, пример, чудо случилось, такое все, Украина сказала, все, надоело воевать, больше не буду воевать, забирайте. А это победа или нет? Россия получает в хлам разрушенные, в общем-то, огромные территории. Вот это территории все, они размером с хорошую европейскую страну. Там население миллионов под 10. Разные цифры можно, но то, что это больше 5 миллионов, это 100%, где-то миллионов 7-8, это реально. Наверное, да. Вот огромные территории с большим населением, полностью разрушенные вообще под ноль. Где-то вообще под ноль, где-то инфраструктура, на восстановление вот этого всего понадобятся и годы, и гигантские деньги. Наряду вот с этим чемоданом без ручки, который с этими руинами, Россия получает санкции надолго, получает какой-то все, о чем мы говорили, что мир будет огородиться, ров с крокодилами, такими морозостойкими крокодилами, и все. Вот это победа или это что? Вот мне кажется, это никак не победа. Это получение проблем на многие годы. А другой вариант, это просто военное поражение, которое более реально. Какой-то такой победы, чтобы захватить Киев, захватить Украину, но сама Россия уже об этом не мечтает. Россия не в состоянии захватить ни одного областного центра. Херсон подержались, и то не смогли удержать. Говорить о том, что Украина потерпит какое-то глобальное поражение. Понимаете, как про Китай говорилось, Россия с Китаем конвенциональную войну вести не может в принципе. Потому что Китай, вот мобилизационный резерв Китай может поставить под ружье быстро 130 миллионов человек. 130 миллионов человек в мобилизационном резерве Китая. И при всем населении России там 145, скорее всего меньше. А в отношении России и Украины, ну да, у России мобилизационный резерв примерно в три раза может быть выше. но это недостаточно для того, чтобы оккупировать столь гигантскую территорию. Это же еще до войны ученые военные. Они говорили, что это невозможно. Россия не в состоянии оккупировать и удержать Украину. у нее это слишком большой она не сможет проглотить. Одно дело оккупировать Южную Осетию как-то. Одно дело с какой-то маленькой страной населения 3 миллиона Грузии взять у Грузии и отхватить два куска территории. Ну, какая проблема? Никаких проблем. Но Украина просто или ее можно в хлам разрушить там ядерные бомбардировки все стереть с лица земли. А зачем? А что ты получишь от этого? Но оккупировать сил просто объективно нет на это сил. Поэтому победы России она не просматривается. Украина два четких варианта. Один вариант победы, другой вариант поражения. В случае победы Украина освобождает свои земли, восстанавливается и движется в НАТО, в Европейский Союз, живет дальше. В случае поражения Украина потеряет какие-то территории. Это будет поражение ненадолго. Потому что рано или поздно сменится российское руководство, рано или поздно эти земли вернутся назад в Украину. Просто без этого возвращения то, что сейчас происходит Армения Азербайджан с Карабахом. Да, много можно о чем говорить, но просто вот так изменилась ситуация, и границы приходят к тому виду, в котором они были, в котором они должны быть. Вот так закреплено, так должно быть. Вот граница Украины, это Крым украинский, это вот 91-й год, и она к этому все равно вернется. То есть поражение Украины будет, во-первых, ограниченным по времени, во-вторых, ну, как сказать, Украина избавится от некоторого балласта. Да, вот восточные регионы, населенные в основном русскоязычными, русскими, этническими, которые тяготеют к России, которые не хотели жить с Украиной, с которыми постоянно были какие-то там непонимания, недопонимания было. Украина становится просто более мононациональным государством, украинский язык получает хорошее развитие, про украинский язык будет разговор у нас, видео сегодня выйдет в 12 часов, сегодня мы записываем этот разговор в воскресенье 28 мая, значит, к моменту, когда выходит это наше видео, уже ролик на канале про украинский язык. То есть Украина или побеждает, или не проигрывает, вот даже потеря территории будет временная и она позволит в общем-то как-то улучшить перспективы дальнейшей электоральной и прочей Украины, то есть будет меньше проблем с дальнейшим развитием за счет того, что Россия захватила районы, которые не очень лояльны были Украины и возврат их назад в Украину приведет к тому, что там будет проведено соответственно обмен населением будет сделан. Я не сомневаюсь в этом, что оттуда многие по уезжают в Россию, кто не по уезжает будет вынужден жить уже по другим законам, уже чисто по украинским законам. Без Давайте только скажем, Алексей, что мы безусловно не считаем, что так должна закончиться война, мы безусловно считаем, что Украина должна взять обратно все территории, которые были на 91-й год. Это само собой, просто вопрос сам был такой троллевский вопрос, чисто теоретически, я сказал, что в общем-то Украина она в принципе не проигрывает эту войну, вот никак не проигрывает, а Россия в принципе эту войну не выигрывает. Согласен, абсолютно согласен. Вопрос в степенях и в скорости, то есть может быть быстрый вариант, который для самой России тоже лучше, быстрее все это просто отрефикировать и все, так сказать, рассчитаться, забыть и жить дальше. Забыть вряд ли получится, но рассчитаться и попытаться уйти в другую сторону. Чем скорее они рассчитаются, чем скорее все это, тем скорее это забудется. Забудется на уровне такого прагматичном, практичном, на уровне какого-то бизнеса, да. То, что это будет, конечно, в поколениями передаваться вот эти жертвы среди населения украинского и то, что это, вот сказать, на много десятилетий, это, конечно, это другой вопрос, это уже... Согласен. Давайте, Евгений, в вашу очередь. Следующий вопрос достаточно длинный, но я хотел бы его прочитать. Вы знаете, я должен признать честно, что я попросил Алексея внести этот вопрос, потому что мне кажется, несмотря на то, что сам по себе он очень такой странно заданный, и я объясню, почему я это говорю, но на самом деле он очень актуальный в свете того нового вооружения, которое сейчас Запад поставил Украине, и которое, безусловно, Украина будет использовать. Итак, я читаю вопрос, вопрос от Анастасии Светлосановой, и он на том же ролике, где мы говорили о бомбардировках Сербии. Ничем нельзя оправдать бомбардировку Югославии. Помню тот шок, который я пережила, узнав об этом из новостей, да еще и радиоактивными снарядами. Живу в небольшом городке в Австрии, живет в Австрии вместе с вами Алексей. Два года назад появились новые соседи, хорваты. Молодая семья с двумя детками. Вот моя новая соседка рассказала мне, как она, будучи ребенком, бегала с мамой и сестренкой в бомбоубежище, когда на них падали бомбы. А жили они в Белграде, очень важное дополнение, пережив весь судыш и оставшись живых, бежали в Европу, жили в Болгарии, потом перебрались в Австрию. Там, где применялись снаряды с обедненным ураном, люди болеют и умирают. Ну и дальше есть раковые заболевания, как и у матери. Я бы разделил этот комментарий на две части. Первый по поводу того, какое оружие применяли для бомбардировки в Белграде. Давайте, я не буду лезть ни в какие технические подробности, я скажу только то, что амуницию с обедненным ураном применяют только в противотанковом вооружении и в системах ПВО противовоздушной и противоракетной обороны. Ни одна из этих систем союзниками при бомбардировках Белграда применена не было. ПВО могли применять только югославы, сербы, а противотанковое оружие союзники не применяли, потому что в Белграде танков не было, бомбили совсем другие цели. Значит, боеприпасов с радиоактивными снарядами, как тут сказано, а вернее со снарядами с обедненным ураном применена тогда не было. Теперь по поводу того, Евгений, извините, может быть, вы поясните, в чем цель именно обедненного урана использования? Ну, конечно. Значит, обедненный уран, ну, для технически, технически, для зрителей, желающих знать полную техническую информацию, я отсылаю канал Марка Соловина, где примерно месяц назад был прекрасный был ролик, как раз именно на эту же тему. Значит, что такое обедненный уран? Все, что реально он делает в данном конкретном случае, это очень твердый уран, очень твердый материал с высокой плотностью. И именно поэтому он применяется в противотанковом вооружении. То есть, раньше, когда до применения этого материала применялись вольфрамовые наконечники, твердые, выполняющие те же задачи, просто обедненный уран значительно превосходит их по механическим характеристикам. Никакого, тут я должен быть очень аккуратен, никакого радиоактивного излучения выше нормального фона от него не исходит. Люди живут тысячелетиями, столетиями в районе залежей урана естественных залежей урана ходят по поверхности, ничего известного науке и оказывающего на них отрицательное действие не происходит. Поэтому это, в общем, очередная попытка российской пропаганды создать впечатление, что украинцы будут заниматься радиоактивным, скажем так, радиоактивным заражением местности и использованием радиоактивных зарядов. Это абсолютно неправильно. Я заранее извиняюсь, я применил очень простой язык сейчас. Для тех, кто хочет узнать подробно с технической точки зрения, как и, в общем, более расширено то, что я сейчас сказал, я еще отсылаю к ролику Марка Соломина. Совсем недавно был ролик. Ну, вот, пожалуй, и все. То есть, самое главное, что никакой бомбардировки амуниции с объединенным ураном в Белграде не было, и что снаряды с объединенным ураном не являются радиоактивными элементами, угрожающими жизни людей. Да, извините, связаны это, безусловно, с тем, что абсолютное большинство бронебойных снарядов, поставляемых западом в Украину, в том числе боезапасов для танков, имея сердечники из обедненного урана. И вот именно то, именно это, так сказать, позволило России, или Россия решила сыграть на этом и распространить совершенно лживую информацию. Следующий вопрос? Да, конечно. Это уже в моем списке заключительный вопрос. Есть такая у нас Ирина Х, ее знают все постоянные зрители, подписчики, кто смотрит мой канал, прекрасно знают. Ну, она такая скрепная, дальше некуда, вся в скрепках. Вот она задает, даже это не вопрос, а комментарий. Она пишет, 8 мая скорбят проигравшие, 9 мая празднуют победившие. С.В. Лавров. То есть, ну, буквально, как В. и Ленин произвучало, С.В. Лавров. Цитировать Лаврова, это, ну, это так без мата. Что сказать? Смотрите, вот терминами победившие, поигравшие имел право говорить Советский Союз, да и то очень, в общем-то, не короткое время, там, первое десятилетие после войны, да, были победившие, проигравшие, когда, как-то это тогда звучало. Понимаете, а что такое для России сейчас победившие и проигравшие в той войне? Вот Германия, она проигравшая, а Советский Союз победивший, а Россия победившая или нет? Вот Германия, которая после войны была разделена, да, опять объединилась, а Советский Союз победитель, он наоборот развалился. Вот побежденная Германия стала ведущей мировой экономической державой, да, суперразвитой промышленностью, с высоким уровнем жизни совсем. Россия сегодня, ну, в каких-то там вторых десятках с абсолютно слабой экономикой, сырьевой, вот добывать нефть, газ, все, ну, вот алмазы, вот еще медь, алюминий. В плане промышленного производства, ну, Россия абсолютно слаба, что показывает в том числе и война, и вооружения российские. Вот как, вот сейчас в 21 веке, вот в 2023 году вспоминать, что ты победитель. А что ты за победитель? Это родители, деды твои были победителями тогда, в то время, да, они были победителями, а ты сейчас не победитель. Ты сейчас живешь в стране, которая проиграла холодную войну и развалилась. Ты живешь в осколке этой страны, которая экономически слаба. А страны, проигравшие в той войне тогда, Япония, Германия, Австрия, они что, похожи на проигравших? Я как бы не сказал бы, что они похожи сейчас на проигравших. Все это экономические лидеры, что Япония, что Германия, мировые экономические лидеры. так что вот стучать в барабан победы давно пора бы уже прекратить. Это не ваша победа, это победа ваших дедов, это победа другой страны, Советского Союза, достигнута совместно с всеми народами СССР, включая и украинский народ. А сейчас сегодняшняя Россия к той победе отношения уже не имеет. Это уже давнее прошлое для вас. Приватизировать себе, полностью говорить, что это наша победа, это мы победили. Нет, это не вы победили. Это победили много других народов, включая украинский, на который сейчас вы напали. поэтому просто это хороший пропагандистский повод постучать в барабаны. Но последний парад 9 мая в Москве он показал, что ребята опозорились даже со стучанием в барабаны. Выглядел абсолютно позорно. Этот одинокий танк, эта трибуна с гостями из Средней Азии, которые за деньгами приехали. А также сотрудниками НКВД. Сотрудниками НКВД в виде ветеранов, которые по возрасту не могли участвовать в войне. Ну, короче, понимаете, до, пока были живы ветераны, пока реально были живы большие, большая численность ветеранов была еще живая, это можно было еще как-то продолжать. Сейчас это должна быть просто дата в календаре, она уже не должна быть красным цветом отмечена, просто написано да, вот в таком-то в 45-м году была одержана победа Советского Советского Союза, а не России над фашистской Германией. И все, это вам, вам, россиянам, это больше не дает никакого права ни на что, в том числе не дает права гордиться. Все, это уже прошло, проехал. Вы знаете, Алексей, безусловно, я абсолютно согласен с тем, что вы говорите. Учитывая, что у меня вопросов больше нет, я хотел бы просто добавить немножко к тому, что вы сейчас сказали. Значит, мы на эту тему разговаривали некоторое время назад, у нас же был с вами вместе ролик по поводу победы. Значит, я просто еще раз хочу повторить то, что я говорил тогда, что с моей точки зрения слово победа здесь можно рассматривать только как, что Советский Союз остался непокоренным. А всегда ведь надо думать о том, как это произошло и какой ценой, потому что если вы об этом думать не будете, вы никогда не станете жить лучше, не станете улучшать то, что работает над ошибками, это раньше так называлось, так вот почему страна, которая имела экономический потенциал многократно выше формально, мы далеко лезть не будем, можно очень долго на эту тему говорить, которая имела экономический потенциал значительно более высокий, чем Германия, оказалась не готова к войне, почему страна, которая имела армию, многократно превышающую как по численности личного состава, так и по численности техники танков, самолетов, почему она потеряла практически весь состав своей армии в течение, если не трех месяцев, то пяти, и практически всю свою технику в течение тех же пяти месяцев, почему она потеряла по формальным цифрам практически 30 миллионов человек, хотя я еще раз говорю, я уверен, что это больше, и есть основания так утверждать, как же так, как же страна, которая гордилась, ну чем она только не гордилась, она гордилась всем, и говорила, что она лучшая, и всегда, спасибо, абсолютно правильно, всем и всегда, и которая всегда говорила, что мы лучшие в мире, как же получилось так, что немцы прошли до Москвы сколько там километров, практически заняв практически территорию всей Европы по площади, а потом Советский Союз, причем сделано это было за шесть месяцев до декабря 41-го года, а потом Советский Союз с помощью союзников освобождал эту территорию до нового года с 44-го на 45-й, то есть реально еще три года, вот я хочу, чтобы люди, которые празднуют эту победу, подумали, почему все это происходило, потому что ничего нового я сейчас не говорю, а вот вопрос почему, хорошо бы этот вопрос задать и постараться найти на него ответ, пока вы на этот ответ, пока вы не получите для себя ответа, лучше вы жить не станете, вы не начнете понимать, что нужно делать лучше для того, чтобы этого не происходило, как и в любой другой области жизни, но это, пожалуй, все. Ну что, мы проговорили сейчас, мы на своих каналах разместим вот этот ролик и разместим ссылки на наши предыдущие разговоры, на прошлые наши разговоры, вы сможете, тот, кто не видел, если вы что-то пропустили, пересмотрите, просто включите фоном, не обязательно на нас любоваться, хотя мы красивые, особенно Евгений, вы можете просто включить фоном, послушать, потому что это без особых заумных каких-то теорий, это очень такие практичные познавательные рассказы, те, кто посмотрел, те, кто посмотрел все, от начала до конца берет и смотрит, почитайте комментарии, люди очень благодарны нам за наши скромные рассуждения, ну что, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, независимо от того, понравилось вам или нет, и мы с Евгением будем продолжать вас удивлять, да, Евгений? по возможности, по возможности и мы будем очень рады, если то, что, не обязательно, чтобы вам понравилось то, что мы сейчас сказали, но если это заставит вас немножко задуматься, я считаю, что мы свою задачу выполнили. Ладно, машем ручкой. Спасибо и всего доброго. Счастливо. До свидания.